привет интересный факт обо мне я никогда практически не выхожу из дома на долгое время без еды потому что я становлюсь злой если я голодная поэтому я всегда беру с собой что-нибудь поесть и так как я буду три часа сейчас лететь в самолете в калининград еда мне точно пригодится ну что я долетела до калининграда здесь на один час меньше чем в москве но я надеюсь что это не будет слишком тяжело для меня может быть вы не знаете где находится калининград это анклав анклав это часть территории страны которая окружена другими странами и раньше вся калининградская область принадлежала не россии до 1945 года если я не ошибаюсь это была территория пруссии а в 1945 году кёнинсберг так раньше назывался калининград был взят советскими войсками и когда мы с вами будем гулять по калининграду мы увидим очень много немецкого наследия говорят что здесь даже на многих зданиях сохранились немецкие надписи я уверена что будет очень интересно и прилететь в калининград это моя давняя мечта и вот она сбылась так что пойдемте погуляем по городу и посмотрим что здесь есть интересного и первое место куда мы с вами пойдем это достопримечательность города городские ворота дер дона и башня дона они были построены в середине 19 века и были частью кольца построенного вокруг кёнинсберга для его защиты я очень хотела увидеть это место ощутить его мощь и я также хотела посетить музей янтаря но этот день был солнечным чудесным а на следующий день обещали дождь поэтому я приняла решение не идти в музей а просто прогуляться по городу и одним из моих любимых мест калининграде стал верхний пруд около которого находится башня врангеля это место тоже было создано для обороны кёнинсберга а именно для обороны верхнего пруда который считался уязвимым местом как вы видите там сейчас ремонтные работы поэтому увидеть что-то хорошо проблематично а сейчас я отправляюсь бродить по жилым районам города смотреть как живут люди я заметила что в калининграде очень много янтарных лавок магазинчиков и после этого я добралась до нижнего пруда до места которое мне безумно понравилось там так спокойно тихо хорошо и кстати с этого места можно увидеть еще одну интересную достопримечательность города это огромное здание которое называется дом советов она не достроена хотя говорят что сейчас она выглядит лучше чем раньше ну не знаю оно все заросло травой и начали его строить 60-е годы двадцатого века но что-то пошло не так то были проблемы с землей то с финансированием и здание не достроили она кстати стоит совсем рядом с местом где раньше находился кёнигсбергский замок и конечно если человек приезжает в калининград то он обязательно идет на остров кнайпхоф так он назывался раньше или на остров эмануила канта как он называется сейчас чтобы увидеть кафедральный собор и посетить органный концерт но мы с вами сегодня не пойдем собор и не будем слушать концерт потому что я пришла сюда для того чтобы купить билеты на концерт и в музей так что мы отправимся с вами еще раз на остров канта завтра признаюсь что больше всего я хотела посетить рыбную деревню однако это место меня разочаровала я не увидела в нем никакой аутентичности там только шум много современных кафе ресторанов и больше к сожалению ничего абсолютно случайно я оказалась в интересном месте которое называется твоя полка и это небольшой магазин где местные дизайнеры могут арендовать полки и выставлять свои товары на продажу очень советую интересно уже два часа как я вернулась в квартиру я так долго гуляла что мне нужен был час просто полежать и как мы говорим переварить все что я увидела вспомнить те места которые я посетила и постараться проанализировать что мне понравилось и что мне не понравилось целом калининград мне понравился мне вообще очень нравятся такие зеленые города где есть много прудов озер вообще в целом много воды и много зелени это то что я обожаю одно место есть в котором я разочаровалась это место рыбная деревня и честно говоря это то место в которое я больше всего хотела попасть в калининграде но она мне представлялось совсем другим на деле она очень современная много кафе ресторанов много людей и совсем нет никакой аутентичности так иногда бывает но зато я очень много времени провела в разных скверах парках просто сидела около пруда и наслаждалась погодой я решила что раз сегодня солнечная погода не нужно идти в музей а нужно просто погулять по городу и насладиться им поэтому я не пошла в музей янтаря и возможно и не пойду в него потому что я показала вам что в городе очень много разных магазинов где продают янтарь и я посмотрела разные изделия из янтаря уверена что в музее есть что-то что стоит увидеть но не знаю пойду ли я в него завтра кстати еще я купила открытки ой они здесь держат мою камеру открытки которые я отправлю моим студентам и спонсорам проекта я купила такой набор открыток но мне они очень понравились так возвращая на место чтобы они держали камеру и я сейчас уже сижу за компьютером готовлюсь к моему занятию я сюда приехала не только отдыхать у меня будет такой прекрасный баланс который я очень люблю утром и поздно вечером я работаю а днем я гуляю по новому городу поэтому я погуляла чуть-чуть отдохнула сейчас поработаю пойду спать а завтра утром опять поработаю и пойду гулять завтра правда обещают дождливую погоду а у меня появилась такая мысль взять в аренду самокат потому что я увидела что много где в калининграде есть станции аренды самокатов если будет дождь конечно это наверное не самая хорошая идея но если дождя не будет то для быстрого передвижения по городу чтобы успеть все что я хочу потому что завтра у меня тоже есть работа по расписанию может быть я возьму самокат в общем я сейчас проведу занятия потом буду составлять план своего завтрашнего путешествия и мы с вами увидимся завтра но это будет это же видео поэтому я прощаюсь с вами до завтрашнего утра доброе утро ну что сегодня второй день в калининграде пасмурный день но хорошо что нет дождя хотя сильный ветер поэтому я надела кофту с капюшоном чтобы лучше немножко защитить я уже позавтракала в пекарне которую мне советовали все кто был в калининграде или все кто живет здесь я не сняла для вас свой завтрак потому что я была очень голодной и съела его очень быстро он был очень калорийным и очень углеводным но очень-очень вкусно честно сейчас 9.30 и я спешу на почту чтобы отправить моим студентам спонсорам и патронам открытки которые я вчера вечером подписывала здесь пожелания для каждого вчера после занятия придумывала что же пожелать каждому и так сегодня день музеев мы идем в дом музея китобоя мне его вчера посоветовали это квартира в советском стиле говорят что там интересно но этот музей открывается только в 10 поэтому мы сейчас идем на почту чтобы сэкономить время а потом я планирую успеть на органный концерт на который я вчера купила билеты и после него в музей кант это все в одном месте поэтому времени на дорогу мне не нужно много тратить и после музея и концерта я наверное на такси поеду в район амалиенау надеюсь что я правильно его произношу говорят что там очень много красивых вилл на которые стоит посмотреть после этого района я наверное пообедаю и поеду в квартиру потому что у меня будет занятие вечером и не знаю что я буду делать потом но пока план вот так что ой тут ко мне голов пришел и напугал меня так что все выдвигаясь на почту надеюсь что никаких проблем с открытками не будет я в этот раз написала только адрес на стране получателя я написала сейчас адрес только на языке страны получателя не на русском языке и очень надеюсь что мне не нужно будет писать еще на русском все побежала на почту время сегодня надо экономить и пока мои открытки летят к своим получателям мы с вами прогуляемся по площади победы она стала так называться после великой отечественной войны и сейчас на ней расположен красивый храм христа спасителя да также называется и храм в москве а еще здесь несколько больших торговых центров и главный корпус технического университета и вот 10 часов и мы пришли к открытию музея дом китобоя как я уже сказала этот музей мне посоветовала в инстаграме девушка которая живет здесь в калининграде и она сказала что мне очень понравится это место потому что она рассказывает о квартире китобоя шестидесятых восьмидесятых годов и чем интересен музей здесь собраны вещи семьи китобоя жены его двоих детей их соседа которые жили в это время в калининграде и честно скажу что я нашла несколько вещей которые были и у меня дома интересно прикоснуться ко всем этим вещам здорово что я пошла к открытию музея потому что я оказалась там одна и весь аудиоспектакль так как по этому музею ты ходишь не с гидом проходил только для меня одной и в каждой комнате я смогла побывать в одиночестве все посмотреть все потрогать все поизучать и я думаю что глядя на эти кадры вы тоже захотели оказаться в этом времени ведь действительно попадая в эту квартиру ты как будто на машине времени перемещаешься в калининград 60-х 80-х годов женщина которая проводила для меня инструктаж рассказала мне что все эти вещи в музей приносили жители калининграда и даже дверь через которую я заходила в эту квартиру настоящая отреставрированная честно говоря мне было даже немного страшно все это открывать и брать в руки хотя это разрешено какой-то момент даже было даже казалось что я как будто бы ворвалась в чью-то жизнь и сейчас рассматриваю шкаф чужого человека и делаю что-то незаконное но было было интересно потому что я родилась на юге россии и моей мамы в детстве не было многих вещей которые я видела в этой квартире китобои привозили из-за границы различную одежду еду алкоголь пластинки значки и конечно все это было только у тех детей кто родился в семье китобоя в обычных семьях такого не было а вот альбом который я листала и вспоминала альбомы моей мамы они выглядели примерно так же и это конечно что-то потрясающее потому что сейчас мы все фотографии храним в телефоне ведь редко кто печатает фото сейчас правда надеюсь что вам не наскучивает такое большое количество кадров из музея просто мне настолько понравился этот музей что я хочу показать вам его и посоветовать однозначно посетить если вы когда-нибудь окажетесь в калининграде а теперь едем на органный концерт в кафедральный собор не знаю насколько это законно но я бы очень хотела чтобы вы услышали хотя бы несколько секунд того что слышал а я в кафедральном соборе также расположен музей эммануила канта меня поразила библиотека в этом музее не могу сказать что я очень много здесь снимала потому что было достаточно много людей и я не хотела тревожить их своими съемками итак пришли в район амалинау сказали что здесь очень красивые виллы так что сейчас все посмотрим но я была в этом районе поражена не дорогими красивыми виллами конечно они тоже потрясающие но меня удивили приятно удивили и влюбили в себя маленькие старые домики увитые плющом с ухоженными небольшими полянками около них с маленькими садиками с небольшими статуями и скульптурами вот это домики моей мечты честно говоря рядом с районом амалиенау находится центральный парк там я и очутилась увидела кирху памяти королевы луизы к сожалению не смогла ее посетить так как она была закрыта но мне удалось посидеть на лавочке послушать тишину потому что в парке было мало людей и конечно съесть вкусную кёнигсбергскую булочку по моему строгому расписанию я дальше должна была отправиться в этот музей Билетов на сегодня нет а завтра я уже уезжаю так что без этого музея к сожалению честно скажу что я даже рада что билеты закончились потому что я прям находясь в музее поняла что я очень хочу спать и поэтому я просто взяла такси и приехала поспать у меня сегодня вечером есть еще занятия и я думаю что сейчас час или полтора я посплю чтобы быть активной на занятии мне очень нужно очень нужно чуть-чуть отдохнуть физически потому что я много ходила и на улице такая погода пасмурная что она прям усыпляет так что иду спать потом проводить занятия а потом не знаю может быть тоже буду отдыхать может быть куда-нибудь пойду завтра мне нужно рано встать поэтому пораньше бы лечь было бы неплохо так что пожелать мне спокойного дня вместо спокойной ночи я открыла сейчас рабочую почту и заявки школы сон отменяется к сожалению очень много работы я старалась весь день не работать но работа догнала меня так что поработаю а вечером уже тогда никуда не пойду и буду отдыхать спасибо за просмотр а а Продолжение следует...